Купание на освященной реке Великой. Молебные и гостеприимные жители, которые умещают у себя по 70 верующих. В селе Великорецкое сегодня прошли основные мероприятия крестного хода. По примерным подсчетам, на берегу реки Великое сегодня собралось 55 тысяч человек. Паломники признались в том, что первая половина пути была, пожалуй, одной из самых сложных за последние 10 лет. Причина тому – дожди, которые размыли все дороги. Подробности в сюжете Артема Панекаровских. Молебные в селе Великорецкое продолжаются уже с часу ночи. Сейчас в 10 утра здесь уже заметно начинает прибывать количество людей, посмотреть на главные мероприятия Великорецкого крестного хода. Приходят и те, кто не участвовал в самом крестном ходе. Машины в само село не пускают. Люди идут сюда пешком, а парковка там дальше растянулась аж на несколько километров. Вот у нас друзья приехали с Уфы. Специально, да, на кемероприятия. Взяли с собой сегодня тару. Тару водичкой взять. Да? Все, той, да. Ночью приехали. Все ради чего? Не знаю, душа просит приехать. Жду пополнения. Не знаю, какой-то подъем духа, что ли, я не знаю, вот. Я не могу это объяснить. Паломники в Великорецкое пришли еще накануне вечером. Часть из них расположилась в палаточном городке. Повсюду в селе Великорецкое все подручные средства используют для сушки в основном обуви и носков. Первый раз за четыре дня солнца более-менее выглянуло. Вся одежда мокрая, поэтому только сейчас вот решили посушиться. То есть четырех лет, которые мы ходим, это самый сложный год вообще. Ноги сильно распухли из-за влаги. Я с двумя детьми иду, поэтому они тоже с мужественно все выдержали. Отдохнули сейчас, все хорошо. Ну, когда идешь, конечно, тяжело, да. Чувствуется напряжение, но все преодолимо. Грязь бывает столько, что, ну, вот как бы вот резиновые садыги вот посюда надо, то есть длинное гранище. То есть я вот шел в ботинках, ну, бывает грязь просто заливаться и все. Много, много грязного. И все после хода вот вы? Да, после грязного хода. Все мы чистенькие, грязненькие, в Божьей благодати, с Богом, в радости. Другая часть паломников ночевала в домах местных жителей гостеприимной. Галина умудрилась вместить у себя аж 70 человек. Я, конечно, их потом не считала, но это вот примерно так, по заявкам, по крайней мере. Они мне звонят, договариваются, ну и по пути еще кого-нибудь с собой берут. А они говорят, что их еще и накормили. Накормила, да, супом кормила. Когда успели-то супом готовить? Так вот. И тепло, да, как-то да. Тепло, и место много, да. Уютно. Я первый раз тут, дочь у меня, второй раз. Я исполнилась 70 лет в этом году. Вот я решил, было такое чувство, что Николай Чудотворец мне поможет. В это время на берегу реки Великой уже вовсю начались службы. Паломники занимают оставшиеся удобные и обозримые места. Сейчас сложно сказать, какое количество человек сегодня пришли на берег реки Великой. Пространство ежеминутно продолжает наполняться людьми. К слову, в прошлом году, когда Великорецкий посещал патриарх Кирилл, здесь уместились примерно 50 тысяч человек. Ближе к обряду освещения воды верующие подбираются к воде, выстраиваясь в живой коридор. Здесь те, кто купаться не собирается, но хочет быть ближе к эпицентру событий. Нашлись и таких, кто караулит, чтобы в воду войти первым после митрополита Марка. Целый год жду. Первый после воды купаюсь. Прекрасно. Очень даже. Желаю всем, всем скупнуться. Вот так выглядит купание в реке Великой. Такое традиционное продолжение обряда освещения воды. Как видно, погода сегодня испугала немногих. Купаются сотни человек, несмотря на то, что сегодня прохладно, периодически светит солнце или идет дождь. Те, кто не купается, выстроился в очередь поклониться иконе Николая Чудотворца. Впереди еще обратная дорога. И среди прочего можно попросить сил. Примечательно, что сразу после основных мероприятий на берегу реки Великой в селе Великорецкой установилась солнечная погода. Захотелось снять много лишней одежды. В обратный путь. Паломники отправятся в 2 часа ночи. До этого времени у них еще есть возможность передохнуть и подготовиться к обратной дороге. В Киров паломники собирается войти в районе 15.00 в пятницу. Артем Панекаровский, Александр Рожков, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...